бывают и вот такие неисправности дорога конечно пока худшую мы не видели шарики грибочек вот даже какая-то лошадка пахнет доброе утро сегодня проснулись в таком замечательном месте в принципе там где вчера и засыпали выспались потому что всю ночь шел дождь тишина была палатка мокрая еще с утра шел дождь поэтому немножко дольше проспали но с утра взялся проверять велосипед заднее колесо мягкое то есть какая-то маленькая дырочка надо ее бортировать искать бывают и вот такие неисправности когда вот тут лопается и вырывается это уже снял тут резинку но вклеивать я думаю нет смысла потому что она не будет держать нагрузку не выдержит она поэтому я лишился одной камеры у которой было всего лишь одна дырка золотана вот уже солнышко вылинуло а вот вместо нашей палатки единственное сухое ну ковер конечно здесь мягкий мягкий все двигаемся дальше замечательное место хорошо выспались сейчас уже 8 54 по украинскому по местному 7 54 тут вчера в домике набирал воды увидел просто женщина сидит на 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 входе вот интересно не только воды дали кофе напоили и еще гостили безе с какими-то фруктами вот и лисе печенье передали два пенсионера муж женой на машине отдыхают снимают домик отдыхают здесь возле озера но мы покидаем это озеро и едем дальше места здесь конечно отличный лес везде озера но дорога дорога конечно пока худшую мы не видели это самая пока худшая в европе поселок адамово интересный железная дорога появилась опять да где-то тут пересекает вот такие машины еще тут бывает и на ходу ездит тут села одно заканчивается другое начинается несколько ну сто метров и следующее дворик и красивейшую а 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 Забрали картоху. Ну, теперь у нас будет картофельный день. И, наверное, не один. Завтрак, обед и ужин. Да, и, наверное, не один. Зато бесплатно. У нас сегодня вкусный перекусик. Вот это уцененное мы покупали по, получается, 60... Не, по 80. По 80 копеек ихних. А молоко 2,35. И, кстати, получилось. Городок называется Скульцк. В Польше желто-блокитный мост. Прикольно. Лестница есть. И рыбаки рыбку ловят. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Мы собирали вкусные груши. Объедение. В маленькой деревушке есть свои ветрогенераторы. Где побольше домов, там больше их 2-3. Где он там совсем мало. Там два маленьких стоит. Там он еще, еще, еще. То есть полностью независимые получаются. Мечта. Чипу губи любовь-та. Пакште молишь добростья и тазвина. Выращивают какие-то растения. Не какие-то, а это? Ммм, пахнет. Это неизвестная мне даже. Не, ну, пахнет знакомо. У нее смесь мяты. Это выращивают для приправ. Тут рядом розмарин. Розмарин мы видели. Чабрец. Чабрец. И вот это еще что-то мы еще пока не знаем. А это вообще такая... Может кто-то знает? Напишите в комментариях, что это за трава такая. Очень ароматная трава. Ну, запах я не знаю как передать. Вода. И очень классно пахнет. Могут добавлять мыло. Мыло таким запахом. Косметологическую промышленность. Да, мыло таким может пахнуть. Ну, тут и делают дворы. Поле вот чего-то тут. Тоже. Только резкая. Резкий запах. Ну, тоже ароматический. Да. Для аромата какого-то выращивают. Выращивают очень для запаха. Не знаю, что для масел каких-то. Которые добавляют может в косметику, может в парфюмерию. Неудобно. Он пахнет больше как мыло. Вот еще один вид. Таких пахучего. Деревья с синими листьями. Фиолетовые. Так, сходили в супермаркет. Дина называется. Купили сгущенку. Вот эта сгущенка такая. Сколько она стоит? Трещанкая. Млэк 3,19. Вот. 21 грамм. Это 150 грамм. Потом салат у нас по-моему самый дорогой. Это 4,99. Вот этот суп 4. По-моему. Нет. 4,04. Это вот эта ветчина. А это у нас 3,19. Ветчину я взял 200 грамм. А вот это вот получается макароны, мясо там и все в томате. Ну а это по-польски как оливье. Да? Оливье. Оливье. Как домашнее. Как домашнее. Леся оценила. Это знак качества и плюс еще 2+. Наелся. Напывься. Напывься. И дальше надо ехать, а спать не валиться. Ха-ха. Вот это проезжаем автобан. Огражденные со всех сторон. Польские понятные языки. Пасека, мед, натуральные. Все. Конец этого знака. Появились наконец-то велодорожки рядом с трассой. Интересно, что в начале было написано, что эта дорожка сделана по каким-то там европейским правилам. То есть эта дорога сделана по европейским правилам. И поэтому рядом есть велодорожка. Здесь вокруг лес. И вот это вот курорт, по всей видимости, какой-то тут оздоровительное место. Да. Действительно, воздух здесь такой хвойный. Ну и какие-то гостиницы. Готель, ресторан. Здесь, оказывается, еще есть какой-то минеральный источник. Вот. Естественно, сюда приезжают не только воздухом дышать, но и с источника водичку пить. Я против того, чтобы нажимать на эту кнопку. Рукой торкаются и туберкулезные могут. Это Леся про эту кнопку. А мы сейчас в городе Влод Славек. Зеленый для нас. Белая дорожка, пешеходная дорожка отдельно. Удобно. Польский Лидл. Готовый. 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 Это классно. Берем. Ореховая паста. Потому что в следующем Лидле. Это с кусочками. Паста ореховая. Ну вот она. Ну 10 считаешь. Да, 10. Семьдесят грех. Глеб 11,99. И с тобой дешевле. Вафли взяли. Вафли мы всегда покупали. По-моему, это вот 3,49. Вот такой мы покупали. А тут рядом, то есть одно и то же, другая этикета. Я туда брала по акции. И цена не надо. Нет. Я просто была акция. Короче, мы взяли с такой этикет, который нам знаком. Комберг 3,90. Давай сегодня брей. 3,39. Бри 3,39. Тоже самое. Возьмем брис. Здесь молоко. 3,2 процента. 1,99. Вот так вот. Тут же продаются велофутболки. Кривит. Синяя. Желтая. То есть салатная. Сколько цена, только не пойму. Набережная. И это река Висла. Которая идет в столицу Польши. Поэтому, если будем ехать вдоль реки, мы приедем в Варшаву. Да, тут такой склон. С той стороны дикий пляж, то есть дикие места. Вдоль реки Висла идет вот такая трасса. Это трасса 62. Она помечена красным цветом, значит платная. Здесь запретов никаких нету для велосипедистов. Не указано, что это дорога для автомобиля или это автобан. Поэтому мы едем. А когда надоест ехать, свернем туда вот к реке. Тут место отдыха какое-то. Лебедей сколько там плавает. Красота. А может туда куда-нибудь поедем? Ну там где-нибудь становимся. Ну правильно, ладно. Поедем там где пустынное место. Нашли место для стоянки. Вот так мы расположились в нашу палатку. Помаши ручкой. Глассипед еще поставим. Тут лавочка есть. Конечно, поляки не такие чистоплотные, как немцы. Да, как немцы. Другие тут и бутылки разбитые есть. Бессовестные. Ну а тут есть где костер полить. И тут полили костер. Так что у нас будет сегодня экономия газа. Попробуем сегодня на костре сделать картошку. Ну если это сварить картошку. И при этом сэкономить газ. Сегодня у нас вино розовое и сыр. Бри. Бри. Польский. Я, кстати, такого еще не пробовал. Мой камамберг пробовали. Бри. Не пробовали, да? Бри. 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 Ну. Бри. Ну. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»